Вы слушаете подкаст «Изнатка просветления» у микрофона Корнилова Яна и Роман Чернега. Субтитры создавал DimaTorzok Он, в принципе, и есть информационный сон, и он находится в информационном поле собственного сна. Он и создает этот антигравитационный процесс. То есть, если ментал затягивает, создает гравитацию, которая затягивает в мышление, затягивает в обусловленность, затягивает в образность, то ощущенческий уровень наблюдения, разотождествления – это как бы антигравитация. Это когда создается выход самим собой из этого информационного сна, из этой обусловленности, из неведения о том, как все это устроено, как это происходит и как это функционирует. О чем наши подкасты? О чем направление под названием «Путь без пути», хотя это просто не какая-то очередная идеология в ранге всех остальных, которые сосуществуют где-то. Нет, это альтернатива всему, что известно мышлению. То есть, это путь настоящести, путь вне состояния аффекта, то есть, вне отключения, вне отсутствия самого себя у себя. Важно, чтобы человек ощутил это собой, не подумал, принял сведения, примерил и сказал «Да, мне подходит», а именно ощутил. Потому что, если я бы человеку сказала «Так, ты сидишь по центру, допустим, точка присутствия или точка сборки у тебя там-то, 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 над головой, за головой, там, над ухом или около потолка, то смотри, что будет происходить. Человек формирует это, то есть он воспринимает это как ментальный посыл, как информационный сигнал. Он начинает воображать, представлять, и дальше, куда он двигается? И рождается. Абсолютно верно. Весь этот проект именно направлен на то, чтобы не подвигать, не давать какое-то направление, а давать какие-то узловые точки, обратить на это внимание. И весь путь, который, если к нему подходить с правдой к себе, он будет разворачиваться и будет уникальным. То есть он не может быть взят у кого-то и где-то прочитан, где-то услышан, или методичку открыв, там, что-то прочитать по пунктам. Нет. Он будет рождаться изнутри собой. И по-другому быть не может, потому что, ну как, это то же самое, что есть такие индивидуумы, которые хотят прийти к самому себе без каких-либо страданий, в радости и с улыбкой. Но 40 лет человек, вот я по себе сужу, да, сколько я там страдал, какие-то вещи делал, и так легко это все с улыбкой как бы развернуть назад. Такого не бывает. Это невозможно. Да, это как раз и называется распятием. Потому что отпускание вот этих иллюзий, отпускание именно завязок, зависимости от этих иллюзий, от этих идей, узнавания всего этого, это очень болезненный процесс. И человек даже о пробуждении, трансформации, просветлении, он на все это имеет свои идеи, свои ожидания, да, свои предвосхищения, не осознавая, что все эти идеи будут распяты. И вот это само отпускание – это очень такой полезный процесс трансформации, процесс обнуления, да, процесс узнавания настоящей природы, а не надуманной вот этой выдуманной концепции, то есть то, что называется плацебо. То, о чем будут наши и уже есть наши подкасты, и то, о чем было вот в нашем взаимодействии с тобой, путь без пути, вот этот путь одинности, в том, что нужно взять под наблюдение этот ментал, это мышление, эту функцию, и стать таким тотальным рассматриванием, а что же такое мое мышление, по каким принципам, по каким алгоритмам оно функционирует. Если ты действительно хочешь что-то передать человеку, то не надо давать ему рыбу, а дай ему удочку и научи рыбачить. Я бы сказала так, что вот назначение наших подкастов именно в этом. Не давать иллюзию, не давать видимость вот этой рыбы, да, или обещание вот этой, вот это пустое обещание об этой рыбе, а именно показать, как можно стать вот этим рыбаком, как можно обнаружить, как стать вот этим постоянным насыщением, то есть полагаться на самого себя и не ждать, что кто-то даст тебе эту рыбу. Просветление – это узнавание, знание себя настоящего, то есть знание сути себя бытия. Не узнавание чего-то внешнего, чего-то запредельного, а изначального, вот своей неприходящей природы. Но не своей, как личности, да, Пете, Феде, Кате, там, или Иры, а именно своей изначальной природы бытия, которая всегда в одинности, всегда есть одинность. Я все-таки хочу всем, кто будет слушать нашу подкаст, я хочу сказать, не пытайтесь найти ни в одной книге, ни в одном видео, ни в одном фильме, ни где-либо, ни на каком семинаре какую-то истину. Истина может быть открыта только самим собой, то есть что-то может быть как навигатор, как проводник, но надо точно смотреть, вы запросили как личность или это ваш сущностный зон. Потому что если вам просто любопытно, если вам просто скучно или вас мучает ваше изголодавшееся ЧСВ, то, соответственно, по эффекту резонанса воспроизведется в реальности то, что отражает ваш запрос, правильно? То есть личность привлечет только то, что нужно личности. И только уставшая, загнанная личность, если человек, благодаря своей личности, который устал, загнался, зашел в тупик, разочаровался и больше двигаться не может, вот тогда он готов услышать настойчивый, возможно, изначально тихий, но сильный зов, сильный голос сути. И вот только тогда он может выйти на этот путь настоящей, но никак иначе. Если вы с нами дошли до этого подкаста, это значит, что зов силен. Этот зов вас двигает все глубже и глубже, поэтому мы вас приглашаем на нашу страничку ВКонтакте, где вы можете найти описание нового проекта, куда мы двигаемся. Это про сталкинг, просветление. Больше туда, больше погружения, больше пути к себе. Да, больше ключей и подсказок на пути, то есть как определенные инструменты проводниковости, как определенные механизмы, алгоритмы водительства. И суть назначения вот этого проекта, этих подкастов в том, что какие-то алгоритмы вот этого водительства через подкасты не ставят целью разделить человека, что кто-то ведет, а он вечно ведомый. Нет, здесь именно такой сакральный процесс к обнаружению собственного водительства. И тогда вот появится вот этот лозунг, или этот девиз, или этот вывод, именно сущностный вывод, не сотвори себе кумира ни как из внешнего, ни так из своей собственной личности. Потому что здесь много западней, можно много ловушек, да, много искажений, ответвлений. Тот, кто ощущает себе зов преданности и намерения, он уловит эти подсказки во всем. И в обложке, и в тексте, и в подкастах. И, может быть, даже то, что сразу кажется неявным, неуслышанным, по прошествии какого-то времени, если у человека будет продолжаться вот это намерение взаимодействовать и слышать подкасты, у него будет проявляться все больше и больше какого-то отклика.